Здравствуйте, дорогие друзья! Доброго времени суток! Вы на канале Mobile Gameplay, меня зовут Александр, многие до сих пор об этом не знают. Сегодня что-то новенькое для моего канала, сегодня будем прям летсплеить и будем смотреть God of War. В общем, бог войны. Смотрим на историю Кратоса. Кратос, призрак Спарты, стал одним из олимпийцев. Бог войны. Он пролил реки крови, а рез пал от его руки. И все же, несмотря на весь блеск величия Олимпа, Кратос отерзали воспоминания о своей прежней жизни смертном. Кратос, на помощь. Кратос. Кратос знал, что это не просто видение, ибо богам никогда нельзя доверять. Видение из прошлого заставило Кратоса отправиться на поиски ответов. Ответов, сокрытых в храме Посейдона в городе Атлантида. Еще не поздно одуматься, Кратос. Это был сон. Просто сон. Все те же видения, Афина. Ведь ты же клялась избавить от них. Но это видение моей власти. Этому видению лучше быть не измен. Все сложнее, чем ты думаешь. Слушай. Так, друзья. Кто не понял, это первая часть игры, собственно говоря, для PSP. Фишка в том, что мне не пришлось скачивать никакой эмулятор и так далее и тому подобное. Я просто скачал игру, которую случайно нашел на просторах Плеймаркета. Кому будет интересно, я оставлю ссылку в описании. Тоже можете установить и попробовать поиграть. Во всяком случае, мне кажется, что такой экспириенс для моего канала и в целом для мобильного гейминга достаточно интересный. Так, что тут по боевке? Пока что, видишь, отхватываю. Не могу справиться. Не совсем понимаю, как это прям работает. Так, быстро нажимайте L и R. Но, чтобы освободиться, давайте освобождаться. В начале ролика показал, как выглядит все же, да, система управления в этой игре. Достаточно неудобно расположены кнопки, потому что, естественно, они запилены под PSP. Поэтому они не адаптированы под мобильный гейминг. И, в принципе, конечно же, это не официальный порт бога войны для мобилок. Но имеем, что имеем, попробуем поиграть, если все уже будет получаться, почему бы не пройти эту потрясающую игрушку. Так, первая схватка пройдена. Че дальше? Ну там, слушайте, прям корабли тонут. Прям шторм. Чтобы блокировать... Вот, уже неудобно. Блокировать удар уже не совсем удобно, потому что для этого нужно нажимать на кнопки, которые не совсем находятся в расположении моих пальцев, скажем так. Но пока, видите, вроде как не особо болезненно это все. ХПшки, конечно, мало у меня. И меня, так знаете, терзают. Терзают неплохо уже враги. Пока получается устоять. Но вот эти вот добивающие фишки в игре бог войны, да, это очень крутые моменты, на которые хочется смотреть и смотреть постоянно. Стоит также обратить внимание ваше на то, что, как видите, в игре полная локализация. Помимо русской... Как это сказать-то? Русской текстовки, еще и полная русская озвучка. Поэтому в игру играть в этом плане комфортно. Бросок. Так, ну-ка давай капросок попробуем. Сундучки можно еще открывать. Пока что не совсем понимаю, для чего копятся вот эти вот красные сферы, красные жетоны. Я не знаю, как они здесь называются. Может быть, потом когда-нибудь у нас какой-нибудь магазин появится, и мы в этом магазине сможем прокачивать или открывать новые скиллы. Наверное, как-то так. Стоит также заметить, что я в данную игру не играл никогда. В свое время у меня не было PSP, а также у меня не было PlayStation, чтобы поиграть, в принципе, в эту игрушку. Поэтому вот то, что вы сейчас видите, это непосредственно мой первый самый опыт игры в данной вселенной. Игровой. Эх, давай-ка сундучок на кружочек. На кружочек. Я торможу просто, видите? На кружочек удерживать. Ну-ка удерживаем. И зеленые сферы, да, пополняют хпшку. И зеленые сферы это то, что нужно сейчас, потому что хпшки у меня крайне мало оставалось. А вот красные сферы, я пока не знаю, на что они пойдут. Вот там, а ну-ка, можно разбить? Можно. Я просто знаю, что в God of War есть множество всяких потайных мест, поэтому будем стараться исследовать локации максимально. Потому что за каждым шагом, за каждым углом может скрываться что-либо интересное, что может потом помочь, в принципе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что такое-то? Что за гидра? Это мы сейчас против нее прям сражаться, да? Угу. Так, удерживайте L и R, перекатывайтесь с помощью джойстика. Но вот это вот однозначно у меня не получится сделать, потому что, ну, кнопки L и R слишком далеко, чтобы делать перекат с помощью джойстика. Поэтому, я не знаю, будем пытаться с помощью прыжков убегать от укусов гидры. Будет ли это получаться? Вопрос. Ну, с первой башкой справились. Ну-ка, давай, щупальца, уходи. Оп. Ну, ну, еще, 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 еще. 12 ударов хватило, в принципе, чтобы убрать щупальцу с дороги. Ну-ка, еще. Там пауки, по-моему, опять сзади. Да, так и есть. Ну, пока продвигаемся. Пока продвигаемся. И мне, знаете, мне интересно. Мне интересно. Вот жаль, что в мобильном гейминге, в настоящем мобильном гейминге нет таких игрушек, да? Просто, к сожалению, мобильный гейминг настроен на то, чтобы как можно больше выкачивать из нас донат. А такие игры просто невыгодно выпускать на мобильных платформах. Ну, было бы достаточно круто. Выпустили бы там официальный порт, получили бы, я не знаю, за это какие-то деньги и круто было бы, наверное. Но не в этой жизни, как говорится. Так, у нас очередная башка и пауки ползают. Это пауки или не пауки, непонятно. Это создание. Но по башке тоже там немножко прилетает. Я не думаю, что будет прям сложно. Так, опа, опа. Когда над головой противника появляется кружочек, нажмите, чтобы начать мини-игру. Так, нажимаем. Вот это те самые добивания, о которых я говорил. Кат-сцена. Ну, слушайте. Вот все зря получается, да? То есть мы зря победили этого кракена. Корабль разрушен. Но зато мы теперь на твердой земельке и ничего нам не страшно. Ну, почти ничего. Здравствуйте. Ты кто? Сцила. Или сцила. Не знаю, как правильно. Я думаю, это не столь важно. Вот, 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 вот. Начинаются вот эти моменты с щупальцами. Видите, вот здесь, конечно, с помощью перекатов было бы гораздо проще все. Так, я так понимаю, что здесь ничего сверхъестественного не должно быть. Против каждого босса должна быть какая-то тактика. Наверное, есть серия каких-либо атак, после чего босс, ну скажем так, дает себя атаковать. Вот, 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 наверное, когда он нагинается, в тот момент можно его атаковать. Так, что сейчас, щупальца пойдут опять? Немножко проатаковали. Не совсем люблю игры, в которых не видно процент хпшки босса. То есть ты не совсем понимаешь, на какой стадии сейчас ты находишься. Далеко ли тебе еще до того, чтобы победить? Опа, щупальцы пошли. Так, один перепрыгнул, второй перепрыгнул. Вот, вот этот перепрыгнуть нельзя. Этот, наверное, только с помощью переката можно сделать. Так, что дальше? Так как это новая сталья пойдет сейчас, или что? Ну так, наваливаем вроде, наваливаем щупальцы. Раз, два, три. От третьего щупальца невозможно убежать. А-а-а, так, тихо, ручонка. Ну, что стоим? Не всегда джойстик срабатывает. То есть, возможно, конечно, вот мульти-тач в данном проекте не очень-то хорошо работает. А, возможно, я просто торможу. Вариантов может быть... Ой, ну блин, ну зачем эти пауки? Ну и так все сложно. Так, теперь он кусается, смотрите. То есть, щупальца он уже не запускает, но зато взамен кусается. Меня радует, что из пауков выпадают сферы для восполнения хпшки, потому что в противном случае мы бы уже полегли, скорее всего. Так, разрываю паука. Нормальненько, нормальненько. Че ты орешь? Че ты орешь, скажи мне? Спокойно. Я не понял, я сейчас попал, да, под удар лапой этого создания. Я уже забыл, как его зовут. Ну, это же первый босс. Я не думаю, что он будет слишком важен для сюжета, поэтому ему нужно даже не запоминать, как его зовут. Опа, много сфер. Так, что мы победили? Или что? Прыжок? Ну, прыжок это мы уже вычислили. Как делать? Можно еще двойной прыжок, как оказывается, делать. Да, все достаточно стандартно и прозаично для такого рода игр. Быстро нажимайте кружочек. Давайте. Давайте быстро нажимать. И что произойдет? Так, добиваем. Добиваем, добиваем. Срочно, срочно добиваем. Ой-ой-ой, впасть не надо только. Неплохая царапина. Глаз, поехали дальше. Че дальше будет? Ну-ка. Ну, вот черт, я провалил. Провалил мини-игру. Слушайте, все, теперь буду тапать постоянно по кружочку, чтобы уже точно не промахиваться. Оказывается, смотрите, можно и в прыжке атаковать. Эх, раньше я не знал об этом. Слушайте, ну так нечестно. Я же его уже почти добил. Почему опять нужно с ним проходить полное сражение? Или если ты не проходишь вот это финальное добивание, то нужно заново проходить. Так, все, поехали. Вроде как не заново. Немножко, что ты делаешь? Тихо, тихо, тихо. Мобайл геймплей, соберись. Надо вот запрыгнуть. И на кружочек нажимаем. Опять блокируем его. И сейчас буду постоянно нажимать на круг, чтобы точно ничего не упустить. Хорошо. Хорошо. Так, и вот здесь, по-моему, да, я зафейлился в прошлый раз. Еще раз кружочек. Есть. Ну-ка. Все. Ох ты, что, раздрали прям. Но он не умер. Он сбежал. Он сбежал, друзья. Это говорит о том, что, скорее всего, когда-нибудь в следующий раз он появится достаточно внезапно. И, возможно, даже у нас будут проблемки с... Небольшие. А может и большие. Босс-то большой сам по себе. Но тут вроде ничего нет. Видите, побегал во все стороны, ничего интересного не нашел. Так, сундук. Сундук обязательно, обязательно забираем. Удерживаем. Что тут нам выпадает? Глазгаргоны. Вы получили глазгаргоны. Соберите еще четыре, чтобы увеличить запас здоровья. Увеличенный запас здоровья – это то, что нужно. Я вообще считаю, что в подобного рода проектах здоровье – это ключевая вообще особенность того, чтобы вообще хорошо проходить игру. Так, под водой, смотрите, нет вроде, да, вот этой полоски дыхания. Рывок. Нажмите R. Нажмите, удерживайте R, чтобы сделать рывок. Что не получается-то? Ага, вот. Вот, я вижу, что там вон еще что-то светится. Давайте поплаваем, поизучаем вообще локацию само по себе. Может быть, тут что-то еще есть под водами этими сточными. Ну, а кто его знает? Всяко, может быть, знаете ли. Но тут вроде сверху ничего нет. Это то место, откуда мы пришли, собственно говоря. Давайте-ка попробуем занырнуть обратно. Вот здесь мы еще не были. Поизучаем. Ну, тут тоже вроде беспонтовенько, бесполезненько. Что за сверло? Непонятно. Эх, рывок прям, слушайте. Аквамен отдыхает. Но я так полагаю, что с помощью вот этого самого рывка можно попытаться вот этот заборишко, да, пробить. Да, так и есть. И сундук. Сундук открываем. Из сундука получаем что? Да что ж такое-то. Ну-ка. Очень долго. Очень долго открывался. Может быть, это связано с тем, что мы это делали под водой. Под водой это сложнее. Это все дело происходит. Но теперь мы можем со спокойной душенькой бежать дальше. Так, что светится у нас? Что у нас светится? Нет, давайте вот. Да, сначала вот сюда. Ага, сохранялочка. Вот теперь, вот теперь я вообще спокоен на все сто. То есть, две секунды назад я говорил, что со спокойной душой. Теперь еще с более спокойной душой можно продолжать. Дальше. Занятно, забавно. Ну, такой момент передышки, я так полагаю, да, сейчас после такой достаточно серьезной схватки в самом начале игры с боссом, да, теперь мы немножко побегаем, поизучаем, в принципе, что здесь происходит. Так, ну это опять же то место, из которого мы пришли, да, тут вроде как ничего нет. Вроде как. Но изучить я это должен был. А вдруг? А вдруг секретик? А мы об этом даже не догадываемся. Ну, тут уже будет попроще, потому что после того, что происходило буквально три минуты назад, вот эти вот враги, да, это вообще легкотня. Просто изич. Ну, 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 ну. Главное по ним попадать еще, понимаете, в чем самая главная фишка. Просто так махать вот этими мечами не получится. Нужно еще попадать по врагам, чтобы игра засчитывала прохождение. Все. Все. Вроде бы все. Открываем сундук. Пополняем хпшечку. Хотя, по-моему, у меня по хп и так все вроде неплохо было. Так, проход я пробил, но вот-вот мне еще... Меня еще интересует вот тот выход, из которого, собственно говоря, выпадали вот эти миньоны. А можно ли туда как-нибудь попасть? А вдруг там что-нибудь интересное? Но так вроде... Вроде бы игра не говорит о том, что туда можно запрыгнуть. Да. Ладно, все. Идемте дальше. Нельзя так нельзя. На нет и суда нет, друзья мои. Ой. Вот-вот тут, мне кажется, у меня будут очередные проблемы. Как-то прям слишком много боссов на одной точке. Так, точка зацепа, последовательно подсвечиваются, зацепиться, ноль, раскачаться и удерживать ноль. Ну, в смысле, кружочек, извините. И для того, чтобы спрыгнуть, надо нажать на крестик, да, на икс. Ну, давай-ка, спрыгнем. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. А че так сразу-то? Не дал даже приземлиться мне, слушайте. Как тяжко, как тяжко. Тихо, спокойно. А вот наш старый знакомый, да, то, о чем я говорил. То есть, тут мы с Минотапом разбираемся, а еще и вот это чудовище опять прибыло. А ну и, собственно говоря, опять свинтил. И, собственно говоря, опять свинтил. Тут есть рычаг. Я так полагаю, что для того, чтобы пройти дальше, нужно двинуть рычаг. Но в силу того, что тут просто куча, куча врагов, я не думаю, что они нам дадут споко... Тихо, спокойно подвигать рычаг. Так, пока что, пока что не могу вычислить тактику ведения боя Минотавра. Ой, ну-ну-ну-ну, вырывайся, вырывайся, тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно, 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 я говорю. Вы погибли. Начать с контрольного пункта. Ну, поехали. Ну, не пошел с первого раза, и бог с ним. Тут бы еще попадать в проверке реакции. Так, давай-ка второй раз пробуем. Если что-то пойдет не так, то тогда вернусь в ролик уже после того, как вычислю тактику игры против этого босса. Чтобы не затягивать ролик, собственно говоря. Зачем вам смотреть на, возможно, 20 переигранных дублей сражений против этого босса. Ой, что-то второй раз еще хуже, по-моему. Прям зажали меня в углу и просто-просто надругались надо мной. Вообще-вообще-то... Тихо. Ну, немножко держусь еще. Эх... Ну, все. В общем, друзья, я не знаю, с какого дубля у меня получилось все это безобразие пройти, но я все же вычислил тактику. В принципе, босс оказывается не такой уж и сложный, если разобраться в том, как же он действует. Значит, вот эти вот три удара он свои делает, и потом... Ну, развернись, развернись к нему. И потом мы спокойно можем его атаковать. Плюс ко всему, периодически босс делает на вас такие набежки, бежит на вас, да? Вы быстренько в другой угол убегаете, и потом он несколько секунд стоит в стане. То есть, побежал, отбежал, побил, все, профит, все работает. И вроде как не совсем сложно. Опять же, опять же говорю о том, что каждого босса нужно изучить перед тем, как начать с ним сражаться. Для каждого босса абсолютно есть своя тактика. Каждый босс заскриптован на определенный набор движений и определенную последовательность. И когда ты разбираешься и понимаешь, что с последовательностью происходит, то как бы проходить его не составит труда особого. Ох ты! Ну, что дальше будет? Мне интересно. Интересно же! Ну, пока тихо. Пока ничего не происходит. О, что за замес, ребята? Можно я поучаствую? Я же Кратос. Я гораздо сильнее вас. Что нападаете? Неужели вы не понимаете, что вам тут вообще, ребята, ничего не светит-то по большому счету? А ну-ка, захват вот так. Хорошо, я детей немножко освоился. Я захватами уже нормально пользуюсь. Я вроде как наваливаю врагам нормально. То есть, все же такой период притирки. К управлению прошел. Ну, секретиков вроде никаких больше нет. С помощью перемещайтесь по стенам. О, да ладно, можно по стенам пользовать. Сейчас как я кубович сказал. Да ладно! Цундучок очередной, давай-ка. Значит, хп-шку пополнить это святое. Как раз у меня после быка, видели, у меня неполная хп-шка была. Поэтому это было как раз-таки очень даже в тему. Стену вижу. Ползет, ползет проклятый. Ну, вот и доползли мы доверху. Дальше раскрывается какая-то достаточно обширная локация. Ой-ой-ой-ой-ой. Че такое? Че за беженцы? Ого! Ничего себе. Просто напополам разрубил. Вы это видели? Вы это видели вообще? Парирование. Нажмите L вовремя, чтобы типа спарировать. А ну-ка. Пробуем. Так, не получилось еще раз. Еще раз. Ну, кидайте. Кидайте. Какая-то кнопочка. Сейчас на ней стою. Надо ее запомнить. Не забыть. Мне кажется, дальше что-то будет интересное, связанное с этой кнопкой. Ну, вас в баню с вашим парированием. Вот, вот это я понимаю способ проведения битвы. Стоять, ждать, пока они там спарируют. Видели? Этот вообще испугался, за угол сбежал. Вот это я понимаю битва. Смотрите, ваши парирования. Ооо! Гаргона. Гаргона подарила нам еще один глаз. Еще чуть-чуть. И хпшка у нас станет. Полоска хпшки, точнее, да, у нас станет поболее уже. Фух. Ну, что? Куда дальше-то? Так, сюда нельзя прыгать. Нельзя, наверное, прыгать, пока мы не отключим водичку. И не знаю. Может быть, конечно, во мне есть что-то от Ванги. Но что-то мне подсказывает, что вот ту кнопку нужно каким-то способом заблокировать. И благодаря этому у нас перекроется водичка. И мы, собственно говоря, сможем следовать дальше. Но тут вроде ничего больше нет. Тут вроде больше ничего нет. А, слушайте, эти сидят. Все, их тоже можно пить, но не буду. Не буду. Они и так настрадались. Это произошло случайно. Так, открываем. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну, давай, 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 давай. Есть. Есть. Камешек. Камешек можно перемещать. И камешек, скорее всего, пойдет как раз-таки на ту кнопку. То, о чем я вам говорил. Ну, не в Анголе, да? А здесь вот этот завал никак нельзя, да? Разрушить. Ну, вроде как нельзя. Вроде ничего больше в этой комнатушке, кроме камушка, нет. Но пока до кнопки я предлагаю этот камень. Вот, да ладно, что опять? Хочу попробовать к правой стенке подвинуть этот камень. Может быть, там что-нибудь есть. Ну, тут вообще, тут вообще легко. Тут вообще легко, если бы, конечно, еще я парировал, вообще было бы еще легче. Так, и усиленная атака уже даже не нужна была, потому что он свалился гораздо раньше, чем наша усиленная атака прошла. Вот, вот к этой стеночке хочу подвинуть камень. Посмотреть, что там наверху. Можно ли вообще туда запрыгнуть? Вот, можно. А здесь у нас есть сундук. А из сундука, опять, я так полагаю, выпадут... Да, вот эти красные сферы. Пока непонятно, зачем они вообще нужны. До сих пор игра не посчитала нужным рассказать нам, зачем нужны красные сферы. Друзья, я уверен, что из числа тех, кто будет смотреть данный ролик, есть люди, которые играли в данный проект. И, наверное, я так полагаю, они должны знать, зачем нужны эти красные сферы. Подскажете потом мне. Ну, вроде все понятно. Вроде все понятно. Камень на кнопку переместил. А теперь что? Теперь нажимаю... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что тебя так размотало, друг мой? Что тебя так размотало вообще? Как я и говорил, камень на... Эту, как ее? Кнопку переместили, вода перекрылась. И мы пошли дальше. Смотрите, как тактично ребята ждут своей участи. Да? То есть, пока я сундук открыл, они решили не нападать на меня. Вот это я понимаю воспитанные Ребята, это все правильно Это все правильно Ту-ту-ту, тихо Спокойно, я тут только подписчикам рассказал о том Что я вроде как освоился с управлением И вроде как все понятно А они тут меня, ты смотри, блокировать начали Все, до свидулечки До свидули Давай-ка амфоры разбьем Можем двигаться дальше Никаких проблем Ползем, ползем вниз Вот опять же, да, вот эта спрыжка Очень удобная штука, чтобы сэкономить время Но надо нажимать на кнопку L Которая в левом углу, да А вам ее не видно В начале ролика я вам показывал управление Это, конечно, не совсем удобно Потому что я указательным, даже не указательным Большим пальцем, получается, я двигаю джойстик, да А на L я жму указательным пальцем левой руки То есть это не совсем удобно Я, конечно, могу попробовать поэкспериментировать Подключить геймпад свой, да, от Xbox Может быть будет удобнее? Не знаю Посмотрим, попробуем Храм Танатаса, бога смерти Сохранился с давно забытых времен Ребята, я там сохранялочку вижу Сейчас побежим туда сразу И не руки смертных построили его В его стенах сокрыт проход в царство смерти Так, все Однозначно бегу на сохранялку И мне кажется, что для первого выпуска Вполне достаточно Для первой серии Бежим, сохраняемся И в данный момент, я надеюсь, вы уже поставили пальцы вверх И если не были еще подписаны на мой канал Обязательно уже подписались на него Потому что впереди нас ждут новые приключения В следующих сериях игры God of War Бог войны На канале Mobile Gameplay С вами был Александр И до встречи в новом выпуске Буду проходить эту игру Однозначно и рассчитываю На вашу большую поддержку Данного проекта на моем канале Все, пока До новых встреч на канале Mobile Gameplay Субтитры сделал DimaTorzok